Существует расхожее мнение, в правильности которого я убеждался уже не единожды. Если что-то работает хорошо, не нужно пытаться это улучшать, будет хуже. Как правило, так оно и оказывается, улучшайзинг продукт до добра не доводит. Однако, есть из этого правила и неимоверно приятные исключения. Беспроводные наушники, в которых Sony сделали что-то прям немыслимое и превзошли сами себя. WH-1000X Mark III. Вот ровно в ту секунду, когда достаешь из коробки кейс с наушниками, приходит четкое понимание того, что держишь в руках премиальный продукт. Темная плотная ткань прикрывает твердый каркас. Снаружи скромный сетчатый кармашек и никакого пошлого брендирования. О том, что это именно Sony, можно узнать только по гравировке на змейке. Приятная скромность. Я обожаю, когда производитель не пытается тыкать свой логотип на все доступные поверхности. Внутри кейс разделен. В отдельных кармашках прячутся комплектный авиасплиттер, провод, на одном конце с прямым штекером, на втором с Г-образным и кабель с Type-C для зарядки. Однако, главный объект в этом кейсе наушники. Складная конструкция позволила бы их носить и в более мягком чехле при необходимости. Стильный матовый черный пластик. Акценты бронзового цвета. Премиальность чувствуется в каждом миллиметре. Оголовье покрыто мягчайшей кожей. Подушка небольшая, но приятная. Амбушюры из той же кожи. И все это садится на голову так, будто с меня снимали мерки и делали эти наушники кастомно под меня. Даже если наушники не включать и не использовать шумоподавление, изоляция уже волшебная. Дизайн великолепен. Он отлично зайдет под любой гардероб. Хоть с костюмом Tom Ford, хоть с костюмом Adidas. Такая универсальность это что-то прям не от мира сего. Порт для зарядки живет на правой чаше, на левой кнопке питания. Переназначаемая кнопка переключения режима шумодава и миниджек. Также на левой находится и метка NFC для быстрого подключения. Навигация, управление громкостью и воспроизведением сенсорная и живет на правой чаше. Еще есть очень удобная фича. Если вы идете по улице весь такой в музыке, и к вам внезапно обращается прохожий с просьбой подсказать, где тут, например, ближайший музей народной живописи. Вместо того, чтобы стаскивать с себя наушники и говорить «чо?», можно просто приложить ладонь к правой чаше, и звук уходит в минимум. Отключается шумодав, пропуская все то, что у вас хотят спросить. Спокойно отвечаем на вопрос, убираем руку, музыка возвращается, шумодав включается, двигаемся дальше. Лично я нахожу эту фичу просто гениальной. О шумодаве в целом чуть-чуть позже, сейчас вернемся к самим наушникам. Собраны они превосходно в аспекте эргономики, посадки, материалов. Это просто высший пилотаж. Поговорим про звучание. Чувствительность достигает 104,5 дБ по кабелю. По блютузу, конечно же, она немножко меньше. По запасу громкости мне вот хватило как раз прям тютелька в тютельку. Что очень порадовало, так это равномерное поднятие всех частот, даже когда громкость выкручивается на максимум. Частоты от 20 Гц до 40 кГц при подключении по блютузу и использовании LDAC. По шнурку же нижний порог опускается до 4 Гц. Все частоты неимоверно красиво разложены. Артикуляция фантастически четкая. Правильные, очень точные, но мягкие низы. Их как раз столько, сколько нужно под практически любой жанр. Если вам нужны прям супер басы, то добро пожаловать в эквалайзер или ручные настройки. Лично я всего один раз на одном треке поднимал ползунок низких на одно деление вверх. А как только трек закончился, сразу вернул его в исходное положение. Середина теплая и яркая. Вокальные партии звучат просто экстраординарно. Высокие очень изящно очерчены и скруглены там, где это необходимо. Объем просто волшебный. Ваши любимые треки зазвучат так, как еще никогда не звучали. Проверено на себе. Шумоподавление. Мне кажется, что в контексте этих наушников о нем можно снять аж целый отдельный ролик. Для начала здесь установлен отдельный процессор специально для шумодава QN1. Но не буду грузить вас техническими подробностями, просто поделюсь личными впечатлениями. Эти наушники способны погрузить вас в настоящую постапокалиптическую атмосферу. Вот весь мир замолкает. Нет, ни звука. Вы не слышите абсолютно ничего, кроме вашей любимой музыки. Я слышал всякое, но вот чтоб настолько впервые. Как у Sony водится, полный контроль над девайсиной получаем через приложение Headphones Connect. Сверху отображается модель наушников, их статус и уровень заряда аккумулятора. Ниже свитч адаптивного управления звуком. Наушники отслеживают один из четырех сценариев использования. В состоянии покоя, ходьбы, бега или в общественном транспорте. Если вам вдруг не понравилось, как девайс определил сценарий, лезем в ручные настройки и меняем сценарий самостоятельно. У меня он, кстати, не промахивался ни разу. Далее твикаем интенсивность шумодава. Есть даже отдельный пресет для подавления шума ветра, а за ним 20 степеней интенсивности шумодава. Там же можно отметить чекбокс «Фокус на голос», так из общего шума будет выделяться речь. Отдельно есть оптимизатор подавления шума. Наушники, внимание, подстраиваются под размер и форму вашей головы, под то, как вы их носите, даже под изменение вашей прически и под то, носите ли вы очки. Подстраиваются даже под атмосферное давление и выдают идеальный для всех этих условий в силу своих возможностей звук. Управление положением звука. Я не до конца понял, зачем нужна эта фича, а если быть до конца откровенным, то я совсем не понял, зачем она нужна. Так что, если вы знаете, напишите об этом, пожалуйста, в комментариях ниже. Ну, как говорится, если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно. Можно виртуально перенести звук фронтально, будто вы находитесь перед колонками, например. А можно перетаскивать источник на все 360 с шагом в 90 градусов. Причем источники расположены по диагонали. Следующая фича – объемный звук. Она симулирует различные условия воспроизведения. Есть четыре разных пресета. Да, я уже знаю, что вы успели подумать. Обычная, мол, вульгарная реверберация, а вот и нет. Ревербер, конечно, используется, но в то же время звук очень интересно раскладывается по панораме. Меняются частоты, меняется объем, меняется все. На лично моей фонотеке ощущение присутствия на каком-нибудь концерте эта фича не дала. Но в рамках определенных жанров и записей лайвов, возможно, с этой фичей поиграться определенно стоит. Далее эквалайзер. Есть пресеты. Стоящие, между прочим, они для галочки. Многим какой-то из них доприглянется. И два пользовательских. В пользовательских дают пошалить с пятью ползунками, плюс еще одним отдельным ползунком clear bass. Следом воспроизводимый трек с возможностью переключиться на следующий и предыдущий или остановить воспроизведение. Да, это странно, что в этой панельке не сделали вообще никакой навигации. По папкам, по исполнителям, по альбомам. Вообще ничего. Для этого существует отдельная софтина Music Center, которая подключается как параллельно работающий модуль. Ну, немного странно, но уж как есть. Далее свитч на приоритетность. То ли стабильное подключение, то ли более широкий канал. Ни разу мне не пришлось использовать приоритет стабильного подключения. Все ок. Следом, включение DSEE HX. Я надеюсь, что не нужно объяснять сразу две вещи на этот счет. То, что его не стоит выключать и не стоит хранить свою фонотеку в MP3. И это две взаимосвязанные вещи, если что. Кнопка управления шумоподавлением можно переназначить на активацию голосового ассистента, если вам захочется с ним часто беседовать. Ну и последний твик. Автоотключение питания. Очень нафишкованные наушники и очень нафишкованный ап. Это очень круто, что производитель дает пользователю такие широкие возможности по кастомизации звука. Работает все это до 38 часов без шумоподавления и до 30 с включенным шумодавом. Каждое мгновение, проведенное с этими наушниками, оставило прямо-таки неизгладимое впечатление. Оставило ощущение того, что эти наушники будто из будущего, что они настолько опережают свое время, настолько превосходят всевозможные ожидания, что от этого даже становится как-то не по себе. И от этого, что самое странное, они нравятся еще больше. Беспрецедентный шумодав, потрясающее звучание и великолепный дизайн. Этими наушниками Sony настолько сильно задрали планку возможного, что непонятно, как они сами будут до нее дотягиваться в следующей модели, Mark IV. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Оно вышло действительно длинным, благо поведать было о чем. Не забывайте подписываться на канал и жмакать лайк. До новых. Субтитры создавал DimaTorzok